Алина Хабибулина Алина Хабибулина Десять лет боевых действий в стране талибов и душманов до сих пор оцениваются обществом неоднозначно. Очень многие склоняются к тому, что эта война развязана как некий политический ход. Афганистан расположен в самом центре Евразии и от положения дел в этом государстве напрямую зависит обстановка во всей Средней Азии. Однако вопросов даже сегодня более чем достаточно. О чем-то умалчивает правительство, какие-то факты искажают СМИ. Как ни крути более правдивого источника, чем участники тех событий, не найти. Я вынес очень много опыта из-за этих событий. В первую очередь человеческий опыт. Именно в сложных условиях очень быстро проявляются человеческие качества, как негативные, так и позитивные. Сразу можно понять значение этой фразы, которую мы знаем со времен Великой Отечественной. С ним пойду в разведку, а с этим нет. И профессиональные качества. Я прошел очень большую школу в плане профессионального военного, зная, что выбрал профессию военного и для чего эта профессия. Необходимо пройти эту школу. Необходимо обрести боевой опыт. Рассказ из первых уст у многих студентов вызвал сначала изумление, а чуть позже и восхищение. Булат Валиолин попал в самое пекло, когда ему было 22 года. А за плечами у молодого казанца было всего лишь 6 лет учебки. Но именно их Булат считает ключевыми в своей жизни. Знания, полученные за годы учебы сначала в Суворовском, а потом в военном училищах, помогли ему не только выжить самому, но и спасти жизни своих подчиненных. Такие откровения растрогали всех без исключения. Очень было интересно узнать про историю. Еще раз, потому что на уроках истории в школах мы такого не проходили. А тут человек, который сам проходил эту войну, был участником. И мы получили очень много интересного. На самом деле у меня очень смешанные эмоции. Было приятно видеть перед собой человека, который прошел через это. Ощутить в ходе его рассказа, его какие-то эмоции, пропустить через себя всю вот эту трагедию, которая была, все равно пережить очень тяжело. И на самом деле было очень здорово. Подобные встречи в ближайшие дни состоятся и в других вузах города. А финальной точкой торжественных мероприятий должен стать концерт, который пройдет 15 февраля. Александр Александров, Ленар Довлетьяров, Юнивер Ньюз. Институт психологии и образования КФУ выиграл грант правительства Республики Татарстан Алгарыш, в рамках которого в Казань был приглашен выдающийся ученый-педагог, профессор высшей школы экономики Владимир Шадриков. О чем поведал знаменитый ученый казанским студентам, узнал Данила Закиров. С 13 февраля студенты Института педагогики смогут углубить свои знания в области психологии, профессиональной деятельности и способности человека. Владимир Шадриков, доктор психологических наук, создатель теории системы генеза, деятельности и теории способностей, автор более 130 научных работ проведет курс лекций в КФУ. Этот цикл лекций посвящен вопросам психологии способностей. Способности являются фундаментальным понятием. Они имеют идеологические аспекты. Допустим, через способности часто объясняют социальное неравенство, различия между мужчинами и женщинами. Вот говорят, эти более способности, значит они и более успешные, снимая, так сказать, многие социальные проблемы. То есть способности, с одной стороны, они имеют такой идеологический пласт. А с другой стороны, как вот говорил наш великий классик Сергей Леонидович Рубинштейн, проблема развития ребенка – это прежде всего развитие способностей. Посещаемость лекций обещает быть более чем высокой. Сегодня впитать в себя новые знания пришли не только учащиеся вузов, но и сами преподаватели. Ведь на лекциях будут обсуждаться проблемы развития человека. И как говорит сам Владимир Шадриков, главная задача образования – развитие способностей учащихся, а не накачивание молодых голов знаниями. Для этого необходимо сохранить в школах классы общего профиля. Часто на селе, допустим, на район одна средняя школа или две. Ну и что, все будут химиками или все будут биологами в этом районе. Поэтому обязательно необходимо, с моей точки зрения, сохранить школу общего профиля. Хотя на этом фоне, конечно, можно развивать там, где есть возможность. Вот на фоне общих средних школ, так сказать, общего профиля. Там можно и приветствоваться развитие специализированных школ. Также на лекциях Владимира Шадрикова будут обсуждаться вопросы решения ряда прикладных проблем, связанных с профессиональным отбором и модернизацией деятельности в различных целях. Данил Закиров, Руслан Нурманов, Универньюз. Накануне набережной Челнинский институт КФУ посетил министр промышленности и торговли Татарстана Равиль Зарипов. Целью визита стало знакомство с инжиниринговым центром. Подробности тебе расскажут наши коллеги из Автограда. В ходе визита Равиль Зарипов осмотрел учебно-лабораторные кабинеты, компьютерные залы. Также он уделил внимание стендам автомобильных деталей, которые недавно были привезены из Германии. Задача поставлена президентом, руководством страны, для того, чтобы интеграция гвозовской науки в промышленность, через это поднять конкурентоспособность промышленной продукции наших промышленных предприятий. На оснащение инжинирингового центра было потрачено более 200 миллионов рублей. Это лаборатория Форд Солерс. Здесь стоит огромная машина Форд. Если мы посмотрим с этой стороны, то видим цельную машину. А если мы пройдемся вот сюда, то можем разглядеть внутренний механизм автомобиля. Сегодня Набережно-Челнинский институт КФУ сотрудничает с ведущими компаниями не только Татарстана, но и России. В перспективе заключения договора с Германией. Марта Луканина, Индира Магданова, Русалина Курбанова, Универсбюз. А новостями университетов и институтов мира с нами поделится моя коллега Ралина Киряева. В мире. Американский исследователь Стилянос Чадзиманоли с университета Теннесси в Читануге работал в Лондонском музее естествознания с коллекцией коротконадкрылых жуков и обнаружил жука из коллекции Дарвина, считавшегося утерянным. И более того, нашел второй экземпляр насекомого того же вида. В России. Московский государственный университет помог российскому саночнику Альберту Демченко, который накануне завоевал серебряную медаль в Сочи, подготовиться к Олимпийским играм. Спортсмен неоднократно обращался в Институт механики университета для усовершенствования свойств костюма и саней при помощи испытаний в аэродинамической трубе. В Татарстане. Студенты кафедры массовых коммуникаций набережной Челнинского института Казанского федерального университета запускают новую молодежную программу «Твоё, моё, наше». Первый выпуск уже транслировался на одном из челнинских телеканалов. В будущем, после серии мастер-классов преподавателей и практиков журналистов, планируется создать творческие группы в других вузах и колледжах Челнов. А на этом у меня всё. Спасибо, Ралина. И мы продолжаем. Сегодня весь мир отмечает День радио. Этот ещё молодой праздник по решению ЮНЕСКО впервые отметили только в 2012 году. Дата проведения Дня радио выбрана не случайно. Именно 13 февраля 1946 года впервые вышла в эфир радио ООН, станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединённых Наций. Сегодня радио – неотъемлемый информационный спутник жизни человека. Мы поднимаем себе настроение утренним юмористическим эфиром, слушаем новости по дороге на работу и узнаём о последних музыкальных новинках. В КФУ тоже есть собственное радио. Уже третий год радиостанция «Ура!» в набережных Челнах радует своих слушателей позитивными эфирами и интересными темами. Аудитория радиостанции расширяется с каждым днём. В эфирах «Ура!» всегда самая классная музыка, интересные гости и актуальные темы для обсуждения. Самое важное, что здесь любой может осуществить свою мечту и стать радиоведущим. Всем привет! С вами ведущий из студенческого радио «Ура!» Александр Горьков и Риджей Фитт. И это дуэт по-братски. Друзья, сегодня всемирный день радио. И, да, и что для тебя радио? Радио – это, наверное, самое интересное, самое весёлое, самое познавательное средство массовой информации. Друзья, будьте на волне позитива. Слушайте радио. Пока-пока. Пока. Историки до сих пор спорят о том, кто же изобрёл радио – русский инженер Александр Попов или итальянец Кулильемо Маркони. Но это даже не важно, ведь радио на долгие годы стало важнейшей частью жизни людей. Оно передавало новости, обучало, приобщало к миру искусству, спасало от скуки. И даже сейчас, в эпоху прогресса, несмотря на появление телевидения, компьютерных технологий, радио продолжает существовать, информировать и развлекать. На днях в Казани открылась российская выставка «Арт-галерея», которая объединила на одной территории работы современных художников, фотографов, скульпторов, творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства и других представителей арт-сообщества. На выставке побывала Ксения Балберова. Казанская ярмарка А чем еще уникальна арт-галерея? Я считаю, это очень прекрасное место для отдыха с детьми, потому что дети начинают видеть, как наши бабушки, дедушки, с какими ремеслами владели, потому что есть некоторые ремесла, которые забыты, и нынешнее, сегодняшнее поколение не знает об этом. Каждый ребенок может гончарным кругом воспользоваться и узнать, как делать гончарные изделия. Мастера не боятся сюда приезжать и показывать товары, продавать, то есть это такая площадка уникальная, где мастера могут свой товар показать и продать его. А посетители, купить эти товары и изделия, которые сделаны своими руками, приходите, будем рады всех видеть. Если первый павильон представляет собой ярмарку, то второй – это настоящая художественная галерея. Большое место занимает картину Союза художников Республики Татарстан. Свои работы представили выпускники Казанского художественного училища имени Фершина. Отдельно павильон занимает коллективная экспозиция гостей из Турции. Выставка «Арт-галерея Казань-2014» рада каждому посетителю. Здесь действительно есть на что посмотреть. Если вы интересуетесь живописью, народным промыслом или просто хотите провести время с пользой, то двери «Арт-галерея» открыты для вас. Ксения Балберова, Руслан Урозаев, Неверньюз. А ты знаешь, о чем сейчас модно шутить? А мы уже знаем. На галоконцерте 19-го фестиваля Лиги Республики по КВН побывала и наша съемочная группа. Около 50 команд КВН со всего Татарстана выступили минувшим вечером в КСК «Уникс». Да, давно не вмещала сцена «Уникса» такого количества команд. А причиной тому – галоконцерт 19-го фестиваля КВН РТ. Открыли концерт чемпионы Лиги разных лет, пытавшиеся определить самую любимую зрителями команду. Судя по реакции зала, любят и помнят всех одинаково. А команды-ветераны доказали, что находятся в отличной форме. На сцене чемпионы 2006, 2008, 2009 и 2010 годов. Мы, между прочим, последнее поколение четырех Татар. Ой, лучше бы нас послали. Почтут еще у вас, какие ваши годы? Еще одним сюрпризом стало выступление действующих чемпионов Республики команды КВН «Привет». Ребята поделились секретом успеха. Начинающие КВНщики вам на заметку. Главное – верить. Верить, да, в себя, в материал, в… Уверенно говорить слова. Уверенно говорить слова. И выходить на сцену с доброй мыслью, с любовью к зрителю. А вот что пожелали юным КВНщикам чемпионы 2012 года сборная банкетных ведущих. Я хочу пожелать им слиться сегодня, но не расстроиться. То есть вот если слился и расстроился, то у тебя нет пути. А если ты слился и не расстроился, то со следующей игры у тебя прям пойдет, пойдет, пойдет. Как известно, на КВН обычно шутят на самые актуальные и злободневные темы. Так что несложно догадаться, что большая часть шуток в этот вечер была посвящена проходящей в Сочи Олимпиаде. По этому поводу была введена номинация «Лучшая спортивная шутка», в которой победила команда КВН «Эпатаж», представившая свой вариант алфавита на Олимпиаду. Фестиваль музыкальный, поэтому не обошлось без приза за лучший музыкальный номер, который поделили между собой команды «Люди в черном» и «Амахасла». Последние, кстати, стали еще и открытием фестиваля. Ну а результаты распределились следующим образом. Третье место поделили команды КВН «Эпатаж» и сборная «Татарской лиги». Второе место заняли любимцы публики «Танцы вокруг Луны». На первом – проспект Мира из Елабуги. Ну и гран-при фестиваля по праву достался команде КВН «Федеральный». Леана Санамян, Руслан Урозаев, Универньюз. Это были все новости. Спасибо, что были с нами. Завтра не пропусти свежий выпуск студенческих новостей. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова